Михаил Пришвин. Выскочка. Наша охотничья собака Лайка приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы её Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Биюшку. Биюшку все стали называть Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдёшь на охоту и будь уверен, Вьюшка не пустит чужого. Весёлая собачка эта Вьюшка, всем нравится. Ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у неё означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты. Известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой. Тогда, откуда ни возьмись, сороки, скок-скок и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной, «Хвать!» Другая сорока с другой стороны «Хвать!» и унесла косточку. Дело было поздней осенью, и сороки выводка этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку, и, недолго думая, собирались отнять у собаки вторую. Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочей семье. Из семи сорок одна вышла не то, чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас тоже было. Шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом поглядывая друг на друга. И только одна выскочка поскакала дуром. Тра-та-та-та-та-та-та, застрекотали все сороки. Это у них означало, скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, отвечала выскочка. Это у нее значило, скачите как надо, а я как мне самой хочется. Так на свой страх и риск выскочка подскакала к самой вьюшке. В том расчете, что вьюшка глупая бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет. Вьюшка, однако, замысел выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя, скок и подумают. Наступали шесть умных сорок. Вот это мгновение, когда вьюшка отвернула голову, выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы муравы. И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко. Вот только, только бы подняться сороке, как вьюшка схватила ее за хвост, и кость выпала. Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом. Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая, пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху летать с таким длинным хвостом. Гадость ужасная! Ну так вот это муха с хвостом, а тут сорока без хвоста. Кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу. Это просто шарик пестрый с головкой. Бесхвостая выскочка села на ближайшее дерево. Все другие шесть сорок прилетели к ней, и было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.